30 марта прошло очередное заседание законодательного собрания Тверской области. В повестке дня было 18 вопросов. В частности, ежегодный отчет начальника управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тверской области о деятельности полиции в 2022 году. Кроме того, в перечне вопросов доклады о деятельности уполномоченного по правам человека и уполномоченного по правам ребенка в Тверской области в 2022 году. Уполномоченный по правам человека Надежда Егорова отметила, что в прошлом году поступило более 2000 обращений. Они касались прав на охрану здоровья, медицинскую помощь, социальное обеспечение, жилищные права. Их доля составила 54%. Стало меньше обращений по вопросам переселения из веткого и аварийного жилья. Среди направлений, к которым планируется уделить особое внимание в этом году, остаются вопросы поддержки участников СВО, членов их семей. Основные жалобы в аппарат уполномоченного по правам ребенка касались нарушения социальных и экономических прав детей. Актуальными для жителей региона остается проблема получения социальных льгот, пособий, выплат. В большинстве случаев в обращениях содержались вопросы относительно неправомерного отказа в назначении мер социальной поддержки. Просьбы о восстановлении нарушенного права на образование содержались в каждом пятом обращении. Спасибо нашим уполномоченным по правам человека и уполномоченным по правам ребенка за активную работу. Поражает количество рассмотренных дел, тысячи дел. За каждым делом стоят люди. Эту работу сложно переоценить. И очень важно, и хорошо, что они производят публичный отчет перед депутатами. Кроме того, в двух чтениях депутаты приняли законы об образовании четырех новых муниципальных округов. Бежицкого, Калязинского, Торопецкого и Фировского. Власть никуда не ушла. От них шаговая доступность осталась. Там все равно на местах есть представительства этих районов. И все это потихоньку работает. У нас в Киселорском районе образовано управление, которое руководит сельскими территориями. Особенно сейчас зима, расчистка снега, тем более такая погода была. Все они прекрасно справились со своей задачей. Преобразование муниципального округа позволит решить проблемы привлекательности, инвестиционной, мобилизации кадровых ресурсов. В то же время это единый бюджет, который позволит возможность участия в региональных и федеральных программах. На заседании были приняты изменения в избирательный кодекс Тверской области. Теперь лица, признанные иностранными агентами, не могут участвовать в выдвижении кандидатов и их избрании. Выдвижение инициативы проведения референдума, его проведения и в целом влиять на ход и результаты избирательных кампаний и референдумов. Кроме того, инагенты не смогут осуществлять пожертвования политическим партиям, участвовать в деятельности избирательных комиссий, организовывать публичные мероприятия в форме собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования.